Конный спорт претендует стать визитной карточкой республики. В Карачаево-Черкесии завершился трехдневный конный переход на лошадях карачаевской породы. Он стартовал в Малокарачаевском районе, а финишировал в Урупском. Также в станице Преградной прошла выставка лошадей, где определили самых достойных. Подробности у Али Баташева. Любоваться красотой и грацией породистой лошади можно бесконечно долго. Завершение конного перехода и организация выставки лошадей карачаевской породы стало настоящим праздником для поклонников конного спорта и всех неравнодушных людей. Здесь были представлены самые достойные участники трехдневного перехода, посвященного 100-летию Карачаева-Черкесии. Всех коней отбирали породословные. Животное должно было быть не старше 5 лет и не выше 150 сантиметров. Участвовало переходы более 130 лошадей. Доехали благополучно 114, а остальные по различным. Кто-то травму получил или там всадник чуть-чуть приболел. Потому что планировали выехать в совсем другую погоду. Но погода чуть-чуть подвела. Но с другой стороны наши лошади, а тем более наши джигиты, наши садники доказали, что погода им не помеха. Благополучно доехали. 65-летний Хасан Хубиев – самый старший участник перехода. За три дня верхом в седле он преодолел более 200 километров, показав достойный пример молодому поколению. По мнению всадника, главная причина успеха – это лошадь карачаевской породы. Эта карачаевская лошадь, она отличается тем, что очень мощный копытный рог. И самое главное, вот видите, вокруг пасутся. Они неприхотливы, они выносливы. Жернекер и Джиланы можно перевезти так в каждой местности, вот своя змея, да? Они незаменимы. Есть все лошади, они прекрасны в разных видах спорта. Но наши лошади доказали несколько раз и впервые, а потом еще несколько раз на Эльбрус поднимались. В ходе выставки жюри оценивали лошадей по густому и характерному типу. В густом было представлено 11 лошадей, а в характерном – 15. Желающие могли купить понравившуюся лошадь. Сегодня мы здесь действительно увидели лучших представителей карачаевских лошадей, которые являются одними из национальных пород России и представлены во всех регионах России, не только в Карачаево-Черкесии, но и в республиках Северного Кавказа. И даже добрались до Сибири. Я приобретал здесь двух лошадей нашему общему другу. Вот именно выбирали породу карачаевскую, чтобы она обладала алюром иноходи, чтобы она была спокойная. И я в своем, кстати, тоже интервью об этом говорил, сказал, что это лошадь – настоящий друг. По итогам выставки победителем среди густого типа стал жеребец Барах, владелец Дахир Лайпанов, а среди характерного типа – жеребец Илькер, всадник Биаслан Лайпанов. В праздничном концерте участвовали лучшие творческие коллективы Карачаева-Черкесии, а всех гостей щедро угощали блюдами национальной кухни. Конный спорт претендует стать визитной карточкой республики, поэтому мероприятие планируют сделать ежегодным. Али Баташев, Расул Бердеев, Вести Карачаева-Черкесия, Урупский район.